Доброе утро, мы рады приветствовать вас в студии программы о земном и небесном. С вами, как обычно, Юлия Бычкова, Константин Герлинг и, конечно, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилак. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, Владыка. Доброе утро, Юлия Константин. Доброе утро, дорогие братья и сестры. Владыка, мы уже заявили о теме нашей сегодняшней программы. Это Афон. Вы недавно вернулись из поездки. Расскажите нам, пожалуйста, с какой целью ездили? И вот Афон, его называют Монашеская Республика. Тихое, особенное место. Вот в чем особенность? Я прежде всего хотел бы сказать о том, что помню период в своей жизни, когда даже не столько боялся, сколько не понимал о такой поездке. Ну вот действительно, в секрет, вот надо бы поехать на Афон, там по-особенному. И вот это вот окружение, которое вокруг говорило, обязательно. А ты был на Афоне? Там не был еще. Как же так? Ты не был на Афоне. Совершенно было непонятно это чувство. Ну почему? Чем же это место так особенно? И поэтому решил поехать, посмотреть, что же там особенного. Вы знаете, первое впечатление, которое осталось теперь уже, наверное, на все оставшиеся впечатления. И каждый раз, когда я приезжаю, они бывают разные, новые, но все начинается с того же. Это чувство дома, вот присутствие Богородицы, которую Афониты, насельники Святой Горы Афон, очень любят. И в какой бы ты ни зашел монастырь или в келью, который там находится в большом множестве, все говорят одно и то же. Мы рады видеть вас в Доме Божьей Матери. Это сад Богородицы. И ты понимаешь, что это не место, где все отдыхают. Это не место некой беспечности и такого, знаете, расслабленного получения какой-то внешней красоты. Это место, как в саду, где работают. Где нужно очень внимательно и аккуратно растить каждое сокровище этого сада. И этим сокровищем, когда ты приезжаешь на Афон, становишься еще и ты сам. И когда ты там оказываешься, ты понимаешь, что над тобой начинают тоже так же трудиться, как братья трудятся над самими собой. Тебя окружают вниманием, заботой, молитвой, поддержкой, каким-то непустым общением, наполненным конечным смыслом. И конечный смысл не расспросить, ну, как там, что там за новости на большой земле. А конечный смысл – поговорить о Боге, поделиться опытом своего общения с Ним. Просто вместе совершить богослужение. Это необычайно меняет. И когда ты чувствуешь себя частью этого сада, хотя бы на время. Вы знаете, это глубочайшее вдохновение, которым ты питаешься, и не можешь насытиться. А язык общения? Язык общения молитвы. Конечно, все говорят по-гречески. Я, к большому своему сожалению, не знаю греческого, чтобы говорить свободно. Но вот представьте себе, ни в одном из монастырей у нас не было каких-то там сложных языковых проблем. Находились люди, которые вдруг понимали русский язык, но не потому, что вдруг они его начинали понимать, А просто оказывалось, что в этом монастыре живут выходцы из России, или из Белоруссии, или из Украины, или из каких-то других славянских стран. И они вполне сносно говорят по-русски. Можно через них о чем-то спросить, задать какие-то там самые важные вопросы. А когда общаешься с Герондой, с настоятелем монастыря, то, как правило, в каждом монастыре есть кто-то из близких его воспитанников, помощников, которые говорят достаточно свободно на русском языке, и через них доверительно можно поговорить с Герондой, со старцем, настоятелем-обителем, задать ему вопросы, найти совершенно неожиданные ответы на эти вопросы. А вы один ездили там в составе диригации? В этот раз я ездил с нашим духовенством из епархии. У нас была большая группа, 17 человек. У нас же для Афоны достаточно большая группа. И мне очень хотелось показать священникам традицию богослужений Святой Горы Афон. То, как монахи трудятся и молятся. Вот для некоторых кажется, сама молитва – это несомненно труд, конечно труд. Но некоторые говорят, ну вот такая бывает продолжительная служба, такая утомительная и прочее. Вот так вот на Афоне мы увидели, как на службе как раз отдыхают. Вот утомительным являются там другие послушания, связанные с физической работой. А служба – это период, когда, ну вот можно от всего отдохнуть и просто помолиться. Совершенно иной взгляд на богослужение – это одна из частей. Ну и, конечно, я очень рад еще и тому, что наши священники смогли пообщаться с настоятелем монастырей, которые, в свою очередь, поделились своим переживанием, опытом духовной жизни. А некоторые из них так где-то даже пророчески говорили о современном священническом служении, о тех проблемах, с которыми сегодня сталкиваются священники. – Пророчески что-то предсказывают? – Я удивился, когда один из старцев говорит, а вот пользование интернетом. Господи, знаю, как на фоне плохо работает интернет, и вообще к этому отношение там достаточно очень принципиально, жестко. Ну, к примеру, у братьев нет свободного пользования телефонов мобильных, нет компьютеров, естественно. Там есть какие-то компьютеры, которые находятся только в определенном месте. Это канцелярия для связи с внешним миром, получения почты или ведения каких-то информационных ресурсов о своем монастыре. И вот он очень так говорит, что очень нужно правильно иметь отношение. Он не должен воровать вас у ваших семей. Он не должен воровать ваше время, которое вы должны дарить тем, кто рядом с вами. И для меня это было каким-то таким удивлением, откровением, как Геронда, Старец, может хорошо быть знаком с этими технологиями современной зависимости, в том числе этой виртуальной зависимости. – Ведь откуда он знает, что действительно все приходят и рассаживаются с гаджетами на самом деле? – Да, и вот это такие вещи действительно становятся по-настоящему пророческим. Была еще одна замечательная встреча с одним из старцев, сутагарафон, который удивительно говорил о России. Он говорил о России, как о особом месте избрания Божьей Матери. Мы восхищали Святой Горой Афон, которую Богородица избрала себе в место, в жилище. Он также восхищался Россией, говорил, как велика и удивительна ваша страна, и какие вы счастливые люди, что вы живете в этой стране, потому что ни одну из стран так Богородица не любит, и ни в одной стране она так внимательно не слышит молитвы, как в вашей стране. И такие откровения тоже для нас стали не столько полной неожиданностью, сколько таким, знаете, новым вдохновением, что ли, взглядом на свой дом, в котором ты живешь. – Вот такая, когда готовилась к программе, я посмотрела фильм Аркадия Мамонтова «Восхождение» про Афон. И паломники поднимаются несколько часов в гору, чтобы поприсутствовать на литургии. Вы служили где, вот прямо на вершине, вы тоже поднимались? – Нет, там богослужения совершаются по случаю больших праздников. Тогда, когда мы посещали Святую Гору, таких праздников не было, и не было еще одного важного условия, не было благословения на это восхождение. На Афоне послушны всем. И прежде чем я тоже думал об этом восхождении, я спросил благословения у Геронды, у старца, и он сказал, нет, владыка, не стоит этого делать вам. Вот помолитесь здесь, послужите здесь, вот это сделайте, вот это сделайте. И вот эта радость послушанию для меня намного выше радости выполнить свое собственное желание, и там что-то покорить, или вот совершить этот путь. Наверное, еще придет время покорения вершины горы Афон. – Ну, вообще-то много паломников, да? – Очень много. – И, конечно же, нет женщин. Это самый популярный вопрос, почему? – Почему? Ответ очень простой, потому что из предания мы знаем, что сама Богородица избрала это место себе в жилище, и через явление, откровение, общение с первыми насельниками Афон установила, что это место ей будет посвящено. Хотя есть удивительное предание, которое говорит о том, что история, что сама Богородица в своей земной жизни, когда была живой, посещала это место, и ее с большой любовью встречали местные жители. Кстати сказать, в монастырях Святой Горы Афон очень трепетно, ну, с точки зрения археологических находок, сохраняются всевозможные памятники, относящиеся к Древней Отечности. Ведь до появления там этого нынешнего Афона с такой высокой монашеской духовной жизнью, Афон был своего рода духовным центром, но в другом, в таком негативном качестве. Это было место языческих всевозможных жертвоприношений, большого количества языческих капищ, где приносились в том числе и человеческие жертвы. И это было место, конечно, осквернено всевозможного рода бесчинствами, которые облекались в ритуальную форму. И вот не случайно, наверное, именно это место Богородица избирает себе в дом, чтобы очистить его и показать, что истинное богопочитание и присутствие в мире людей способны осветить и очистить любое место. Проще говоря, не место освещает человека, а человек освещает место. И Святая Гора Афон самое яркое тому свидетельство. Все-таки можно, такой женский вопрос, что на столах было, чем угощают на Афоне, там легенды ходят на их меню. Все зависит от времени поста или не поста, и, конечно же, от праздников. Вот на трапезе сразу чувствуется, что сегодня церковный праздник. Некоторые монастыри, следуя греческой традиции, живут по церковному календарю, который отличается от времени церковного календаря здесь, в России, и некоторые праздники там совершаются в другой день. И ты только на трапезе понимаешь, что сегодня какой-то большой праздник, потому что подают, кроме рыбы, оливок собственного производства, масла оливкового, которое сами братья изготавливают, ну, рыбу, которую тут же ловят, еще и подают какие-то, ну, я уж тут не могу не сказать об этом сладости. Это, как правило, сладкая кутия, но она приготовлена особым образом, пшеница смешанная со сладостями. У нас так ее не делают, у нас по-другому немножко она делается. И это просто наслаждение, когда ты вкушаешь эту кутию. И, конечно, много овощей, много фруктов. Братья едят то, что чаще всего сами выращивают у себя в огородах, ну, или то, что привозят паломники в качестве жертвы. Кто-то приезжает с пряниками, кто-то с печеньем. Помню, мы вошли в один из монастырей, греческий монастырь, и на столе видели русские бублики. И, конечно, это было бы для нас большим подарком, где еще можно было бы попробовать хороших русских бубликов, как ни греческий монастырь, и на Афоне. Там тепло? Да, там сейчас... Это время года, кстати, тоже сказать интересно. Вот у нас мы принято позднюю теплую осень называть бабьим летом. На Афоне называют это время года Дмитриевским летом. Потому что в эти дни празднуется память Дмитрия Солонского, которого очень почитают на Святой горе Афон в том числе. И этот период теплого времени называют Дмитриевским летом. Сейчас там именно такое, Дмитриевское теплое лето. Спасибо за этот увлекательнейший рассказ, Владыка. Да, очень было интересно, правда. Но вот каким вы возвращаетесь из этих поездок на Афон? Вот традиционное вам слово. Спасибо. Спасибо за общение. Спасибо за то, что вернули меня к этому теплому воспоминанию. В поездке на Святой горе Афон. Дорогие братья и сестры, святыня прежде всего является для каждого из нас очень важным зеркалом, в котором мы откровенно и искренне смотрим на самих себя. И дай Господи всем нам чаще бывать у таких святынь, в которых бы мы, разглядывая себя, находили то, что надо бы изменить. Ну и, конечно, радовались тому, что, слава Богу, с Божьей помощью удалось преодолеть. И еще у святынь всегда молитесь о своих родных и близких. И тогда Господь за каждым из нас оставит свое благословение. Храни вас Господи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова